Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Вот уже идёт вторая неделя четвёртого сезона Shadowlands, и люди потихоньку одеваются, это не может не радовать. Люди дропают 304 вещицы с викли лута, 304 вещицы с мифик рейда, также 298 с мифик плюс, а по их при получении 2000 рейтинга за мифик плюс. Само собой, какие-то шмотки мы знаем имеют выше мейн стата, какие-то шмоточки просто-напросто не имеют основной характеристики. Также мы знаем, что в Shadowlands у нас имеются легендарные предметы. Наш основной один легендарный предмет, который мы делаем для своей специализации, а также второй, общий, для всех классов, для всех специализаций, единство. И как мы прекрасно знаем, единство можно прокрафтить в абсолютно любой слот. То есть просто-напросто мы открываем наш путеводитель по подключениям, добыча, переставим до единства и видим то, что доступны абсолютно все слоты. На фоне этого у многих людей возникают вопросы, а куда же выкрафтить единство? А куда же перекрафтить свою основную легендарную мощь? С целью поднятия урона, с целью того, чтобы не блокировалось надевание 311 вещей, которые падают с ластов мифического формата в судьбоносном рейде, а также чтобы и сет не нарушился. У ДК ответ довольно-таки прост. Мы голову единства перекрафчиваем в ожерелье единства. Ожерелье оно не имеет основного мейн стата, ожерелье к тому же имеет еще сокет, что довольно-таки приятно. И в целом, если ориентироваться на какие-либо сайты, то в бис-листе именно нека, единство идет как бис, потому что можно еще и статы поставить те, которые нам нужны. Выкрафтить неку мы не особо теряем. Но что же делать остальным классом? У остальных, конечно, классов все намного интереснее, и сейчас будет небольшое рассуждение на эту тему. По прошлым сезонам Shadowlands мы прекрасно, я думаю, уже поняли, надеюсь, многие поняли, что запястье и плащик — это самые лучшие слоты для крафта легендарок, потому что там меньше всего основных характеристик, ну и вторичных, соответственно. Если рассматривать другие слоты, то есть, например, вдруг наша легендарная вещица не выкрафчивается ни в плащ, ни в запястье, то что же делать тогда? Тогда у нас имеются другие хорошие слоты для крафта. Как уже было сказано ранее, это, возможно, ожерелье, а также перчатки, пояс, ступни. Коневикам, например, вообще довольно-таки интересно. У них нет 311 ступней с каких-либо ластов в рейде в мифическом формате судьбоносном, и таким образом они спокойно могут себе выкрафтить ступни. А почему бы и нет? Мы же не хотим носить 304 ступни, будучи коневиками. Не хотим. А 291-я легендарка выглядит довольно-таки почетно. Так что получается как-то так. Само собой, заниматься этим стоит только, если у вас есть лишнее золото, если вы хотите как-то, но чуть-чуть поднять свой ДПС и при условии, если вы убиваете ластов в мифическом формате, в судьбоносном режиме. Если же вы просто играете ради своего удовольствия, то делайте легендарки как раньше, кайфуйте от игры и наслаждайтесь ей. Помимо этого, можно опираться на сайт simulationcraft.org. Ссылочку я закину в описании. Там можно кликнуть на свой класс эспек. Некоторые классы эспеки имеются, а некоторых еще пока что нет. И во вкладке gear имеются топовые связки вещиц, также и легендарок. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Если будут вопросы, пишите в комментариях. До скорого!